Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 1546. Событие дня. Евангелие от Матфея 7.22. Господи, Господи, не от Твоего имени мы пророчествовали. За 6 марта 2020 года. Это как раз говорится о том, что Его за Господа признавали ученики, и Он отвечал на это. Другие не признают, что Он есть Господь и Бог. А вот, пожалуйста, Господь, Бог. Слово Господи заменено Иегово. Кому Он обращается? На обращение, о помощи. Кто, может быть, пожелает поучаствовать, помочь труженику сельского хозяйства. Я всегда говорю, если бы я разбогател внезапно, первым делом, что бы сделал, это купил комбайн. К Игорю Барабашу. Вот они ролики про него, как он живет, все показано. Ну и у нас, так называемый, счет, содружество людей, как разговаривают, беседуют. Все, вот тут можно посмотреть. 8 марта, день и женский, вот я про него отвечаю здесь. Просчитайте. Просчитайте. И вот такое даю совет тут. Им замещание сделали, наши знакомые. Прямо на переходе, стоя здесь, люди перебегают дорогу, они в это время им Евангель раздавать и беседовать. Ну, совсем не уместно. И наши так же не задумались, я им выговорил, они отошли оттуда. Везде и все, мы должны благоразумно поступать. У меня тут с компьютером неладно, ставлю, заряжаю, сразу-то там по 12 роликов загруживать, а загрузить надо. А оно 2-3 загрузит, остальные несостоявшиеся. И набралось столько, и не знаю, что загружено, что не загружено. Снова их выбираю, выдираю, вставлю, опять половина нет. Вчера Вячеслав посмотрел, как будет. Ну и Елена меня сводила опять в ту же поликлинику, сдать мочу и кровь. Глаз болит. Пять еще нету, побыли, пораздавал визиточки наши, с нашими ресурсами, да и вернулись. Она меня теперь посадила на диету, на такое сыроедение. Ну, сыроедение я не могу везде, ну, без хлеба, это можно. Ну, тут что, яблок сама накупила, постарался рассчитать. Капуста, морковь, мы уже сделали. А что тут еще есть? Что-то, может быть, было еще, вчера выставили так. Может быть, дальше и нету. Я вот выставил очень большой ролик, собрал. Я потом добьюсь еще побольше. Что-то тут такое. Ну, это вопросы, где. Занимаемся трехтомником, насчитывает Сергей. Где я сделал замещание, где вопросы. Какие именно. Вот сейчас могу даже показать, чтобы было сразу прям здесь. Новый Завет. Вопросы. Новый Завет. Новый Завет. Вот, смотрите, Новый Год. Три книги с толкованием. Ну, а это сколько пробелов? Это не то. Комментарии, наверное, толкование надо искать. Как я ищу тут, и насколько это правильно, не знаю. Толкование. Феофилакт, может быть, найти. Ну, и толкование. ПРСТУ, толкование. Тоже что-то не очень так. А может быть, комментарии. На слово комментарии я это найду. Комментарии. Да. Ну, видимо, так не нашёл я колена как преклонений. Даже не знаю, почему нет. Мне необходимо было сейчас показать здесь. Феофил. Это их сколько мы насчитали. Сергей считает. Комментарии тут вставляются. Вот хотел... Есть такое. Деревня раскололась пополам. У меня стихотворение тут я поставил. Плач Еремея 1.5. Враги его стали во главе. Неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе, замножество беззакония его. Дети его пошли в плен. Переди врага. Ну, и стихотворение. Видимо, это мелко. Не просчитать. А может быть, и можно просчитать. Как я вижу, это вот в деревне всё. Всё. Это вот так. Прочитать можно. Сейчас мы посмотрим, ещё здесь есть или нет Новый Завет. Комментарии. Очень важный такой вопрос. Новый Завет. А если нет, я зайду в другом месте. Я просто показываю, как идёт работа. Толкованием и комментариями. Это выходит, кто-то подсчитывает только, что, сколько, а больше-то ничего и нет. Поднадеялся, что сразу найдётся. Новый Завет. Толкование. Блаженна. Кофилакта. А вот оно, где предисловие. Весь Новый Завет здесь есть. Но это тоже не всё ещё. Вот я вас держу здесь, кто слушает. Но вот Новый Завет с комментариями. Опять то же самое. Второй раз переделываю этот материал, делая известным его, чтобы очень известным сделать. Потому что там комментарии за душу хватают. Комментарии. Есть или нет. ЛМНО. Вот здесь вот где-то. Комментарии. Удивляюсь, тоже нету. Новый Завет. Феофилакт, может быть. ВХЦ. Феофан. Тоже нет. Как будто кто ворует. Уже второй раз это делаю. И думаю, завтра я людей познакомлю. И все будут знать. Составил, столько времени потратил. Но никак. Тогда придется вот так вот зайти. Вот здесь я выставлял. Выставлял. И оно должно сохраниться. Изучение Библии. И я выставил этот материал. Вот посмотрите, как найдем сейчас моего. Вот Новый Завет с толкованием. Вот он где. Совсем по скайпу нашел. Откроется, нет. Страница. И тут тоже как заблокировано. Не найдена страница. Как же не найдено-то? И почему не найдено, когда Новый Завет с толкованием. Скачать. Вот оно сейчас скачивает. А-а-а. Она долго это будет делать, скачать. Вот оно как скачивает. Идет полоска. Идет, идет. Вот оно как. Открыть. Вот теперь открылось. Вон оно как. Краткое толкование. Важено Гофилакта. И вот оно и идет. Это комментарии. Книга открытым оком. Том 5. Все перенесено. И толкует первый том Нового Завета с толкованием. И вот какие страницы, на какой стих. Допустим, Матфея на 1.19. Пятый век христианства. Что Феофилат говорит, это я комментирую. И вот показать. Смотри, какой материал получился большой. Но это ни одного дня дела. И вот просто протаскиваю. Таких комментариев пока никто нигде не давал. 297 комментариев. И не считая. Вот где вот такая черточка одна стоит. Вот здесь вот. Это означает, только я выделил. И выделенных этих мест не одно. Вот опять дальше. Видите как. Вот сколько этих вот, которые черточками. Их тоже надо посчитать. Этих 297. Послание к римлянам. Ну, на все послания я делаю отклик. Ну, понятно. Весь этот материал у меня занимает 364 страницы. Вот как. Из третьего тома пошло уже. Много-много времени это отняло. Много. А теперь вот все сделали, опубликовали. И ну, и как-то людям дать знать, как блаженный афифилак толкует. И что из этого получилось. Ну, вот так у нас все на сегодня.